друзья привет всем тем кто смотрит сегодняшний тур седьмой тур турнира в ставангере виде отдельного обзора виде отдельного файла для тех у кого не нашлось времени прийти на прямую трансляцию это отдельная новая трансляция для вас итак сегодня с прошли партии седьмого тура и давайте приступаем от меньше слов больше дела в первой партии янг жиштов дуда польша сражался против ариана тари польша норвегия после хода е4 е5 коня в 3 конь c6 слон b5 испанская партия и на охоту на 4 редки довольно гамбит я не 6 избирает ариан тайну по-моему называется улучшенный гамбит я неша хотя говорить но улучшение заключается в том что пешка на 6 пошла часто играет f5 когда слон еще на v5 стоит но здесь лучше это для черных или хуже в любом случае получаются острейшие варианты и норвежский молодой норвежский гроссмейстер попытался создать сумасшедшую партию сейчас узнаем как это ему удалось d4 взятие на d4 и е5 здесь все пока что теория в 5 слон b3 слон b7 черные забрали пешку но король их довольно сильно ослаблен ходом f5 там и слон по этой диагонали стреляет где-то может быть наш 5 появится белый ферз черные также в развитии отстают видите королевский фланг у них весь весь полностью запакован рокировку делает дуда коня 5 и польский гроссмейстер хотя предполагал что соперники наверняка заготовился дуда молодец пошел по самому принципиальном пути забирает пешку тканем на d4 ну вы скажете что тут такого принципиального забрал забрал пешку и коня поставил центр они все так просто c5 играет ориан тари и выясняется что после коня в 5 казалось бы черный в руинах следует c4 и белый слон попался у белых сильная очень инициатива активная позиция но черные будут играть с лишним слоном последовало конь c3 ну и казалось бы да вот конь c3 ну бей пи слона а на самом деле вовсе нет слон никуда не убежит потому что видите на 4 он не пойдет пешка b5 его там держит а черным сейчас может быть не так выгодно меняться потому что после взятия конь начинает на 5 висеть и это дополнительные трудности увидите что этот слон камикадзе очень долго здесь стоял еще живым мы даже голосование провели вы выживет ли в результате слон ферзь b6 играла янтарь и конь d5 и вот здесь норвежский гроссмейстер который быстро очень стучал свои ходы по дебютному анализу здесь прям сразу практически слил воду надо было играть ферзь c5 или ферзь c6 лучше всего и там получилось очень острая позиция где у белых сильная инициатива атака но черный рано или поздно забирают слона будут с лишней фигурой вместо этого риан тари поменялся на d5 отдался его очень крутого слона белопольного и далее последовало ферзь c6 те же самые проблемы у черных но уже без сильного слона правда разменял пару фигур ферзь d4 сыграл дуда ферзи 6 позиция эта партия показывает насколько даже крутым гроссмейстером тяжело находить правильное решение компьютер за полсекунды говорит что бел лучше ходу белых тут ферзь d4 не спеша потихоньку улучшаем позицию фигур без фигуры играем но все равно а человеку хочется побыстрее конкретное что-то придумать так как фигур не хватает конь d6 играл дуда поменялись взяли на d6 пешкой ну вот здесь был критический момент партии сыграв короля в 7 убрав короля из-под ладди где ладья может выйти и нанизать короля с ферзем на одну илочку черные получали хорошую позицию вместо этого ориан тари сыграл конь в 6 и сразу пропустил простой удар от дуды не удар ход которым белый одновременно атакуют коня опять и угрожают ладей 1 выиграть ферзя последовала рокировка белые забрали коня на 5 ну и вот тут выясняется что черные черные в любом случае остается без пешки иногда даже и без двух поэтому играть аккуратно позиционно медленно дальше мяков смысла мне было меняться на b3 пытаться что-то сделать дальше поэтому сразу тари идет резко в атаку напрыгивает на пункт h2 но после слона g5 размена ферзи меняются выясняется что ничего черных не получается фактически буквально в пару ходов взять и на d5 взять и на и 6 тари отдал эту партию последовал ладья е2 f3 конь на f6 идет ладья c1 пешку белый держит и вот после a6 последний сильный хотя и очень простой ход для гроссмейстера король f1 король f1 белый прогоняют ладью с е2 пока слон еще поле d2 держит ну ладью назад уходить совсем грустно сыграл тари ладья е8 и после сломбит f6 взятия на f6 ладья е1 следует и выясняется нельзя бить на c2 там на е80 ладья черные должны разменять по крайней мере две ладьи пешки совсем безнадежно но даже если ладья уходит там ладья куда эти 1 е7 черные просто получают абсолютно проигранную позицию то есть ориан тари рискнул избрал избрал острый очень вариант ну на полпути свернул и перешел к какой-то к обороне в общем что называется не вышло из дебюта хотя поначалу имел преимущество по времени дуда думал целый час а тари играл практически мгновенно дуда разобрался и в результате партию выигрывает вот такая была интересная дебютная заруба хотя партия получилась очень короткой и так ориан тари побеждает побеждает и набирает очередные очки подтягивается немножко к лидерам следующая партия алиреса ферруджа против ливона роняна ферруджа играет белыми давайте наверно побыстрее буду потому что партию нас сегодня давайте не буду спойлерить сколько еще предстоит g3 коня в 6 и после хода d4 получается защита грюнфельда c4 c6 симметричная такая позиция которая в общем идет довольно спокойной борьбе конь e5 играл ферруджа или он сразу конь g4 разменивает коней поменялись на d5 но в 4 размены в центре последовали взятие на g7 после конь c3 слон е6 играть нельзя потому что белые играют е4 с большой выгодой атакует поле d5 нельзя побить на е4 и за d5 и черные остаются без фигуры поэтому ли он вынужден был сыграть е6 надежно же защищать пешку но слон на c8 остается пассивным ферзь d2 b6 эмиль сутовский который был у нас в гостях международный гроссмейстер генеральный директор международной шахтной федерации сказал что вот этот ход может быть немножко не точность следовало сыграть слон d6 ну давайте посмотрим как после b6 последовал ладья d1 слон басиме е4 ферруджа прорывается резко вскрывать центр пока фигуры чуть активнее нужно это пользу использовать ковать как пока горячо потому что иначе черные тоже выйдут вы все выведут и дальше ничего уже не сделаешь принялись на е4 ладья е8 d5 я тебе слон d5 казалось бы возникла симметричная позиция где мы ждем обычно разменов по вот этим открытым линиям ферзей и ладей но белые стоят значительно активнее ливона предстоит еще не такая простая оборона ладья c8 f4 пошла вперед пешка а давайте кстати я включу движок я честно говоря об этом забыл движок чтобы вы видели движок хотя результат я скрываю а движок да вам показываю слона 6 ладья f2 и неприятная очень гроза f5 возникает ферзи 7 ответил ливон f5 и f6 пока что черный держится казалось что очень опасная позиция у ливона несколько раз но аронян защищался он не только атакующий шахматист но и защищаться тоже умеет ладья d8 конь d5 ферзи f8 сыграно и кажется что белок прям совсем все фигуры на висле черным тяжело слон активный конь активный король прижатый ферзи с ладьями убил все на нужных позициях он не так все просто где-то черные могут поменяться на f5 не сейчас но когда-то сбить слона с е6 конь выходит на хорошую позицию на е5 после ферзи c3 конь е5 ладья d4 ферзи 5 ливон делать связку компьютер говорит что после хода король h8 у черных лучшая позиция но за счет чего и почему очень тяжело понять может быть действительно вот появляется угроза взять где-то на f5 на е6 на d5 вот какие-то такие идеи может ли такой на f3 прыгнет компьютер говорит что после король h8 ну такой ход наверно мудрено найти у черных не хуже а даже и лучше позиция давайте оставим это компьютер ливон по-человечески играл естественно тебя атакуют надо менять ферзей поменялись на c5 ладья a4 ладья d6 пожертвовал фируджи качество но тут же ходом конь с 7 отыграл черные должны качество возвращать висят две ладьи взяли король пошел на 6 конь bc5 конь g4 вот здесь после ладья в 4 ладья 1 король g2 простой довольно ход был у ливона взятия на f5 и нельзя бить ладью из-за конь е3 шах и вилка белые теряют ладью черные отыгрывали пешку и хотя пешка на f5 вроде немножко слабая но зато пешек поровну их оставалось их оставалось не так много как бин как уссурийских тигров до всего 4 оставалось пешки у белых и разменять их в общем-то для черных было вполне по силам учитывая то что еще можно и коня пожертвовать в придачу потому что ладья с конем против лади не выиграют ливон ты пешку не взял сыграл ладья c1 и белые лишнюю пешку сохранили побили на c4 ладья h4 король g5 неожиданно мы ждали король g7 но король g5 тоже проходит шах на c2 и пешку отыгрываем белый играет h4 для чего потом дело в том что если взять на g6 король g6 ладья 7 черный берут наш 2 то пешек вообще мало остается на доске смысл хода h4 чтобы чуть чуть больше пешечного населения народа осталось на доске после король 5 ладья 7 все-таки три пешки на доске в белых они две одна лишняя но позиция судя по всему ничейная или вон довольно простую стойку здесь выстроил я не буду уже показывать детальные варианты не получается белым нету пешку провести не пешка а что же особых выгод им не дает попытался лире за вот здесь подзажать немного но выяснилось выяснилось что пешка на g5 очень слабо и ладья черных просто стоит стоит и ждет ладья h4 если дать шах с этой стороны то после ладья беджи 6 эту пешку черный отыграли король рядом легко все задержим делом не чудом воде f6 там воде g4 все вот это ничего не давало и лире за попытался даже не попытался попытки никакой нет ничего белый сделать не могут походил туда назад королем и прорыва никого нету если король и сюда идет водя просто на g4 стоит ничего здесь делать удается ничья и эта партия у нас переходит в армагеддон в дополнительную схватку давайте посмотрим как ливон и али реза феруджа сыграли на армагеддоне черными опять же играет аронян после е4 е5 конь f3 конь c6 конь c3 защиту четырех коней избирает феруджа спокойно довольно игра но сейчас трудно белым получить преимущество в испанской партии разменялись на d4 черный фигура выходит не меняется феруджа на 6 обычно тут на c6 берут давайте движок я включу обычно берут на c6 но размены и возможная ничья феруджи не устраивали белыми надо в армагеддоне в партии смерти только побеждать ничья равносильно поражению так что конь е2 и фигур старается сохранить побольше рокировка рокировка a6 слон белых вернулся и после конь е5 черный выбивает слона d3 показал что вот здесь уже у ливона образовалась вполне себе хорошая позиция два слона и в общем вполне можно обороняться после c5 ферзи f3 но отказалось что белым надо какой-то из двух планов проводить или f4 d4 наверное опасность для черных не было ферзи f3 как-то мне ход не понравилось показалось что ну за счет одного вторжения коня на f5 в общем белом тут счастье не добыть ферзи f3 слон е6 ливон конь d5 извините конь f5 ливон одного из слонов разменял может быть стоило слона сохранить а может быть и нет потому что белый чернопольника тогда возьмут поменялись ферзи d7 опять же терроризирует соперника разменом потому что в эншпиль ферзи которому нужна только победа конечно идти не хочется хотя на самом деле ферзи bd7 было лучшее решение белые получали некоторый перевес взятие взятие конь d5 активный конь ну и там может быть удастся слона на коня разменять а конь на d5 крутой останется может быть такая идея ферзи уклонился от размена ладья е8 второй конь пошел на f5 но он пришел а вот пешка на g6 чуть-чуть король ослаблен но белых маловато фигур для атаки ладья е1 ферзи 6 черный ферзь на более активную позицию переходит конь пошел на е5 разменяли слонов ферруджа бьет пешкой бьет пешкой конем более естественно было но хотелось ему чуть-чуть пешку длину в центре может центр захватить хоть какую-то атаку создать в равной позиции очень тяжелой перевес какой-то найти так что где-то приходится рисковать ферзи в 6 и вот ливон опять очень классно предлагает размен ферзей в эншпиль у белых ничего нету так надо играть ферруджа уклоняется чтобы хоть как-то борьбу продолжить получает просто худшую позицию c4 прорвался ливон d5 был также сильный ход c4 тоже хорошо взять на c4 ладья c4 у черных уже получше становится они-то такой две пешки у белых одна только пешка на d6 в прицеле немного f3 ферзи 5 еще один сильный ход ферзем белый ферзя шпыняют в размен все время ферруджи не выгоден здесь последовал ферзь c5 ладья d1 тут ливон мне кажется погорячился он побил на f2 и все-таки оставил себе слабую пешку на d6 можно было ну не спеша коня куда-то на b6 ладью куда-то подтягивать то есть подождать чтобы белый поменялся на c5 мы тогда побьем пешки коня даст d7 можно увести взятие на f2 у черных все равно обороноспособная позиция но все-таки все-таки бьем становится попроще конь c5 ладья d4 ну и вот здесь некоторые небольшие неточности показалось ли он допускает слабую пешку белых она перешла в центр и в общем какая-то появляется игра конь c4 правда черные в общем довольно крепко здесь стоят тем не видите компьютер а вы не видите компьютер а я сказал что я вам выведу градусник а самом деле его не вывел ну ладно уже в другой раз некоторое преимущество здесь на стороне белых на было сыграть ладья c2 абсолютно естественный ход который мне казался правильным дело в том что владя грозит вторгнуться активно а если сыграть конь c4 тогда а4 довольно неприятно подрываем нельзя бить из-за потери коня белая ладья рано или поздно уходит на активную позицию конь c3 сыграл вместо этого альереза ладья c8 f4 начал на королевском фланге бьется хороший ход f5 от ливона и здесь позиция потихоньку начинает запираться разменялись разменялись ладья g2 конь d5 ну здесь ключевой момент в партии последний ключевой конь d5 надо было сыграть но после король d5 похоже что ученых простая довольно игра там ладья где-то на c4 вторгается ну и последует многочисленные наверняка размены пешек что-то белые сидят сидят что-то черное и позиция выровняется владеет в белых исход ну варианты все уже смотреть не будем партии нам сегодня предстоит немало фируджи наверняка это понимал он сделал ход конь е2 переводить и коня ставящий на плохую позицию и допускающий неприятный тактический удар за черных ливон сыграл ладья c2 та же самая тактика если король берет то конь е3 разменил ладьи ну ливон почему же было не сыграть ладья c3 с той же самой идеей ладья c3 если король белых уходит тогда вот они пешечки и на аж 3 а ты летят белым лебедем то есть белые просто должны проигрывать а если ладья c300 конь c3 то тогда коня в 4 получается абсолютно та же самая история с разменом ладей только черные еще пешку на f4 прихватили ну и в общем белых просто плохо почему то что не найти ход ладья c3 на секунду где-то это можно но если ты увидел где ладья c2 то почему ладья c3 не найдено не знаю тем не менее ливон сыграл одесса 2 что сохраняет хорошую равную позицию после ладья же 7 до у черных даже получше было временами но тут началась уже цейтнотная шпилька тут уже было не до шахмат тут только быстрота рук решала но с феруджей мало кто может в этом соревноваться и сейчас мы увидим драматическую концовку ливон съедает несколько пешек получает уже лучшую позицию лишнюю пешку сохраняет съел на e5 и вот в этом положении давайте после коня h5 король g5 60 ход сделал напоминаю после 61 хода уже стали бы добавлять по секунде на каждый ход и ливон а не успел сделать свой 60 ход король g5 нет так не король g5 он успел а вот после конь g7 похоже не успел сделать 61 ход он просрочил время когда ему оставался один ход для того чтобы начинать получать до секундную добавку и уже легко удержать позицию ливон к сожалению проигрывает по времени феруджа побеждает и феруджа продолжает очень хорошо с хорошим результатом выступать в этом турнире вот такая драматическая концовка и смотрим следующую партию фабиана каруана магнус карлсон разыграно сицилианская защита не играет d4 фабиана слом b5 вариант на рассолима g6 рокировка слон g7 и вот здесь известные для гроссмейтеров теоретические варианты белые жертвуют пешку и играют очень активно сама переводит на поле d6 b5 слом b3 после конца 8 белый играет е5 мне этот ход казался рискованным но очевидно по-другому и сильную инициативу белым не сохранить черные меняются на d6 и слона у белых выбивают и пешка на d6 может оказаться под угрозой но черные теряют рокировку с королем помучаться еще придется h4 белый хотят коня на g5 манус конечно не пускает второй конь пошел на е4 и слон становится на d5 на всякий случай связочка может где-то слонов разменять пешку на d4 потом будем отыгрывать конь 5 манус не медлит сразу разменялись и конь пошел вперед фабиана пешку d4 отыграет когда-нибудь пока с этим не спешит использует активные фигуры ладья е8 h4 ладья c8 и здесь очень сильный ход ладья c1 эмиль сутовский который был у нас в эфире сразу его предложил и выясняется что у белых серьезной угрозы ну если какой-то левый ход я не знаю какой можно придумать сделать то после ладья c8 взятия а 6 шах короля прогоняем и съедаем фигуру это первая серьезная угроза а в случае ладья bc1 фербер c1 белый создали еще угроз и пешку на 6 хотя поставить и ферзи он въехать на c7 например после ладья е6 после а6 король куда-то там уходит король же 8 проиграть сразу законе в 6 но на король f8 где-то может последовать еще и ферзи 7 коня в 6 также угроза постоянно на повестке так что черные были бы тут в неприятной очень ситуации магнус защищается от угрозы играет a6 но короля своего ослабляет побили на g6 вот уже король задышал вокруг него много свободных полей пешки не стоят крепким клином ферзи d2 d3 играет магнус хочет отдать пешку на d3 на b2 съесть взамен но фабиана строк строк и зачет сразу не принимает пешку на b4 сохраняет после ладья 6 забирает на d3 ферзь b6 вот здесь очень сильный ход сделал фабиана я предлагал зрителям ход это угадать сам угадать его не смог бы ни в коем случае ладья d1 да надо пассивно защитить пешку но она очень важна а потом продолжать игру сохраняя какую-то инициативу магнуса очень мало времени то оставалось меньше 10 минут и казалось что чемпион на грани находится давайте смотреть как он дальше защищался ферзь c6 конь вид f6 ну практически практически магнус начал делать лучшие ходы сейчас конь е5 ферзь на c8 уходит ничего чемпион не зевает ферзь d5 ну здесь надо было дело может быть как-то иначе сыграть но ферзь d5 напрашивающийся ход ладья е6 карлсон ферзяна на f7 не пустил пешку d6 пока не бьет конь g4 и король h7 тоже еще один очень точный ход и здесь уже появилось ощущение что магнус может позицию партию спасти она у него не была здесь плохой ли программы просто тяжело было защищаться имея очень мало времени чемпион заиграл четко если кто-то считает что у магнусов шит чип то вот именно сейчас это чип был активирован на полную мощность ферзь d4 ферзь f8 еще один точный ход ферзь зашел на 6 и ладья беда 6 черные наконец-то выгрызают эту пешку фабиана не меняется чтобы хоть как-то сохранить угрозы на сохранить побольше фигур масса было всего лишь две минуты но магнус четко конь d8 конь е5 ферзь е7 не побоялся ферзя поставить под ладью конь связан и после коня в 3 ладья е6 преимущество уже на стороне черных на самом деле конь е6 тут можно было сыграть у черных тоже лучше но магнус не собирался выигрывать эту позицию потому что мало времени было он не хотел рисковать последовала d1 ладья d6 ладья е1 тут ходами либо ферзь а в 6 либо конь е6 черный получали уже некоторые преимущества магнус согласился на ничью ввиду того что у него было мало времени так чемпион устоял в основной партии и эта парочка у нас тоже перешла в армагеддон тоже в армагеддон е4 е5 партия смерти испанская партия и фабиана здесь допускает берлинский вот этот эншпель вариант показал за голову сразу я схватился думаю фабиана как же как же белл мета надо выигрывать в партии смерти получается такая симметричная позиция давайте посмотрим что придумал американский гроссмейстер разменяли пару фигур здесь с добавлением одной секунды начиная 41 хода ага подсказывает что они играют добавлением то есть ли он просочил время даже имея добавку уже ну вот вот такова жизнь хирурджа очень конечно быстро и именно это оружие его сработало за ливона очень обидно если у него и добавка даже была там уже с лишней пешкой казалось что ну почти куда угодно можно ходить ну может быть дело в том что привыкли что в классику они играют с добавкой плюс 2 а здесь была добавка плюс 1 и вот пока ты делаешь ход и нажимаешь на часы время накопить особо не удается может быть дело в этом после ладья 5 рокировка я все-таки недоумевал как же вот эту совершенно равную симметричную позицию фабиана пытается на победу играть но давайте посмотрим после c4 слон b2 слон выходит на а3 и на ладья 8 слон d6 фабиана готов пожертвовать качество на 1 но сохранить сильную позицию слона на на d6 магнус играет очень четко не спешит ладью побить на пал сначала слона вот если слон уйдет тогда уже ладью побьем и и ничего не будет взять и на c7 совсем белым ничего не дает поменялись ладья уходит у черных 2 слона и крепкая позиция то есть это совсем но не то что безнадежно было но для игры на победу совсем совсем было кисло c5 сыграл фабиана и магнус опять не спешит конь е8 конь е8 если уйдет ладья то побьем на d6 будем с лишней пешкой слон c4 фабиана жертвует все вот он отдал и качество отдал и пешку магнуса большой уже материальный перевес но надежда фабиана как-то где-то прорваться либо конем на f5 на g7 там на мат понападать может быть ладью по линии е и смотрите после хода ферзь е5 ходом ферзь f8 магнус мог сохранить большой перевес это мне было бы выигрышная позиция но зная то что устраивает ничья чемпион мира сыграл по-человечески ладья 6 качество отдает назад поменялся фабиана и получается позиция очень прочная у черных у них отлично стоят пешки фигуры немного отстали но белых мало ресурсов чтобы создать атаку магнус отдал ладью получил максимально надежную позицию все равно с преимуществом и где он точно был уверен что легко защититься последовало дальше d4 b6 белым ну единственный шанс как-то пешку на 6 коня на g4 в районе поля f67 прорваться но чемпион мира просто этого сопернику не дает конь пошел на е5 вот еще связка f6 угрожает ферзь g4 c5 черный в центре начинают прорваться ферзь h5 на f7 не зевнули а6 а6 магнус кстати ходы не слабо повторять до фабиана повторил ходы магнус не стал а6 делает форточку не пускает белую пешку на а6 b4 вроде неплохой ход фабиана но магнус поле c5 держит поменялись на c5 f5 магнус отбился ну и дальнейшая игра макс имел здесь подавляющий перевес но чемпион мира не пытался эту партию выиграть наверняка в первую очередь думал над тем как бы чего-то не зевнуть играл в тысячи процентов надежно тысячи процентов тысячи процентно надежно вот так вот пешка пошла на d3 ферзь вернулся до пошли размены но вот по-прежнему лишняя пешку магнус но он даже не пытается ее сохранить и партию эту выиграть он просто стремится к тому чтобы надежно все фигуры разменять и это ему удается после ферзь c5 ферзь f5 белый сели на а7 пара шахов и черный берут пешку на а5 получился такой ферзь в эмшпинге у черных лишняя пешка никаких шансов на победу нету черных у белых нету не то что шансов на победу а даже даже фантастических идей как можно выиграть поэтому магнус довольно легко в этой партии сделал ничью он играл так как ему было надо не пытался выиграть хотя пози позиция у него на выигрыш стояла не один раз поверьте если максим нужна была победа и она давала им дополнительные очки он эту партию ну почти наверняка бы выиграл но так как ничья устраивала он сделал то что ему было надо ничья цинично да надежно до чемпион мира делать ничью и получает дополнительную половинку очка давайте посмотрим теперь что происходит у нас в турнирной табличке так таблица 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 выходи таблица вот она маленькая немножко да ну давайте я ее раздвину чтобы было побольше так 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 добавка армагеддоне но поскольку время раньше ну а да то есть говорят что ранян просочил время раньше вот какая подсказка ранян просочил время раньше ферруд же просто этого не заметил ну в живых шахматах такое бывает когда нужно смотреть на часы там партии автоматом не заканчивается давайте смотрим таблицу вот такая она красивая и так ферруд же 14 полина очков после 7 туров магнус карлсон 13 с половиной а ранян 12 каруана 11 ну и два явных аутсайдера один явный аутсайдер дуда отстает на 4 очка а ориан тари совсем самом хвосте а лидеры все расположились первая четверка в трех с половиной очках напомню что за победу 3 очка сдается то есть фактически даже фабиана может почти догнать лидеров следующей партии но все-таки явные фавориты турнира ферруд же магнус карлсон ливону за первое место будет побороться тяжело но пожелаем успеха так что мне кажется что магнус ферруд же должны будут бороться за первое место ливон и фабиана за третья но не ничто не мешает одержать им по несколько побед и также выйти в лидеры дуда будет пытаться сохранить пятое место и может быть дотянуться до 4 что навряд ли ариан тари ну молодой неопытный нас супер топами не играл так что его пока что здесь бьют получает получает хороший опыт вот так вот ариан тари повезло ему что в этом турнире который проводится в норвегии дали сыграть но там как своим опытом он распорядиться мы со временем узнаем вот так завершился сегодняшний тур спасибо всем кто смотрел нас в обзоре в отдельном а с остальными зрителями мы еще немного потусим и поболтаем если хотите чуть-чуть поболтать то переходите в главную трансляцию а обзор я завершаю всем до новых встреч и пока в обзоре